Всем привет, с вами Розе, начнем с обновлений, потом ивенты и так далее. Очень неплохие ивенты, там очень вкусные даже есть некоторые, но я об этом все в дальнейшем. Так, давайте начнем с обновления. Добавляет новый мифический класс Эльвина. Вот она, мы видим. Такая вообще, ух. Ух, 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 такой ангелок Эльвина. Так, мифический класс можно получить при помощи синтеза двух легендарных классов, у которых дублируется мифический класс Рауль, или у которых имеется более 20 предметов мифических камней. 22 марта получат по почте предмет-купон смены мифического класса. Очень круто. Песец, это полный песец. Они просто дают купон тем, кто донят, а тем, кто не донят, говорят, вы, ну, вы никто. Да, очень круто. Купон будет действовать до 29 марта. Очень прикольно. Обновление начинается с очень прикольного. Добавлены коллекции новых классов, да? Эльвина, да? Офигеть, просто и плюс буст еще, плюс 5 урона. Эльвина, Барц, ну да, если вы будете иметь еще дополнительные классы. Плюс 5 урона, урон от умений, очень круто. НССО, очень, очень крутые парни. В руинах Беоры и Башни Дерзости добавляются бешеные боссы. Безумная сила. Безумная сила, да? Видим, ожерелка какая-то добавилась новая. Уменьшает времени. Так, увеличение урона от умений. Ничего себе. Ничего себе. Да, безумная сила. Также в Башни Дерзости добавляются безумные боссы. Также добавляется система активности клана. Тут очень интересно. Активность клана растет благодаря битвам и экономической активности клана. Благодаря этой системе кланы получают награду в зависимости от своего места в рейтинге мира. Где оно находится? Это если мы нажмем рейтинг мира. Активность клана. Видим, мой клан активности не проявляет нигде. Не торгует, не пвпшится. Ничего не делает. Мой альянс. То есть, мой альянс. Или это клан. Это место. Пвы, клаб, варвары. Активность вообще нулевая. Вообще мы ничего не делаем. Мы нигде ничего не торгуем. Никого не убиваем. Такие вот маленькие. Ну просто вот какой-то бред. Как может аукцион зависит от активности клана? Акцион, клан. Вот, это бонусы активности клана. Видим. Первое и третье место. Это бонус к опыту. Увеличивается накопление энергии плюс 20%. Защиты плюс 3. Точное снижение шанс двойного урона. Плюс 5. Очень вкусно. Одна защита. С 31 по 50 место. С 31 по 50 место. Одна защита. Еще будут еженедельные награды. Вот мы видим, что мы можем получить, если будем вводить топ 50 кланов. С 31 по 50. Там реликвия. Ордена славы. Знак поручения. И чистый эликсир. Ну топ 1, топ 3 будут получать всю вкусноту. Добавлено новое снаряжение. Ну тут я смотрел очень неплохой пояс для пвп. Сопротивление умений плюс 10. Редкий, ну синенький пояс. На плюс 5 втащить очень неплохо. Добавлено новая коллекция предметов. Ну это понятненько. Ну я вроде сотрел такую все переточки. Нет такого ничего. Ожерелья эльвины. Это фил, наверное, ожерелья какое-то. Потому что нужно... А, это мифическое ожерелье. Для создания 800 миллионов адены нужно. Ну рецепты и чешуя дракона. Там всякие ресурсики. Также обновите книгу об истории королевства Аден. Которая создается за магический пергамент. 200 штук. Точность и урон. Обновлены временные коллекции. Древний иллюзорный камень. Очередная арена для передоненных персонажей. Лабиринт Харнака. Который будет до 5 апреля. Привязанность к миру Зигхартерика. Барц Леона. 70 уровень нужен. 200 тысяч тп. Босс Харнак. Появляется каждую субботу в 22.00. Если Харнак не побежден, он исчезает через час после появления. Вот такой босс появляется. Если вы хорошо забущенный персонаж, то можете там хорошо подняться. Ну естественно добавлены новые кристаллы души. Эти кристаллы души, если я не буду добывать, то это подземелье закроется и я больше их не получу, эти кристаллы души. Никогда. Сезонный пропуск. Вот это уже интересненько. Сезонный пропуск. Что они нам дают? Давайте активация сезонного пропуска 1 миллион адены. Дают кучу виталки. Также кучу виталки. Каждый член клана, который купил пропуск, вам дарит 1 тысячу виталочки. Очень прикольно. Так давайте посмотрим, что сначала премиум. Тут мы видим знаки поручения. Ну такое, могли бы ордена опять сунуть, я был бы не против. Ну финальная награда 10 тысяч виталки, чистый эликсир. Прикольно. Угу. Обычный героический. Обычный героический 6 раз. Потом сундук. Магический пергамент. Очень прикольно. Так, камень жизни, духа можно получить. Кристалл души. Кошачья банда. Угу. Зелье пробуждения низкого качества. Мы видим ордена славы, порошок пробуждения, 2 заточки. Карты класса высокого качества. От обычного до героических. Опять же такой же сундук. На ордена славы. Такое, карты агатиона. Карты класса 6 раз. Очень круто. Давайте посмотрим, что же мне даст. Тыщ. Давай хоть одну зелененькую. Ага. Зелененькую он захотел. Вот это наверное самый вкусный будет ивент уничтожения мировых боссов, которых нельзя пропускать. Это мировые боссы до 5 апреля. Вы как хотите, но вы должны посещать их. Должны. Обязаны просто. Получается за уничтожение босса дополнительно дают сундук мирового босса для зачистки. Мы видим, что тут зелья исцеления. Ордена славы от 5 до 2 тысяч. Это 100% шанс. Ага. Это с определенной вероятностью. Блин, а я уже губу раскатал. Сундук с часами. Подземелья на выбор. Можно получить с определенной вероятностью. Ну, мне повезло. Я получил. На первом мировом боссе. Но это тоже очень круто. Там часы какие вы хотите. Там биоры, если вам нужна. Атена, если вам. И вы еще получаете фрагменты на создание рецепта. Редкий. Очень крутой ивент. Ну, вы сами понимаете. Мировой босс это наше все. Вы должны его посещать. Мировой босс вам нужен. Бонус. У нас добавляется бонус за 1000 адены. Вау, 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 вау. Сразу начинаю с часового. Они прям знают, что я хочу. Начинают с часов. Я беру часы. Кушаю часы. Они знают, что я хочу. Так, кристаллы. Опять такой сундучок интересный. С магическим пергаментом. Карты высокого качества. Шесть раз. Потом религия энергия. Это что это такое у нас? Эликсир наследника. Получается с расходничками. Да, с расходничками. Так, это кошачья банда. Да, от обычного до редкие. Очень кошаки. Тоже опять часики. Тут видимо улучшенный кристалл. Пергаментом. И вот тут такой. На 11 раз. От обычного до героического. Очень прикольно. Вот 11 день. Реликвия энергии. И опять мы видим с расходничками. Ну финальная награда. Это ну это. Я не знаю. Лучше бы вот это была финальная награда. Потому что вот это. Это просто обычный героический. Шесть раз. Финальная награда. Ты идешь к финальной награде. Ты должен хотеть идти к финальной награде. А тут получается дарующий эффект развития эльвины. Также статуя. Которая дает к бонусу 3%. Накопление энергии. И грузоподъемность 1000. Это очень круто. Можно больше банок брать. На 4 часа. И также в 12 часов по почте будет присылаться письмо. Которое будет храниться 6 часов. Энергия НХСа 1000. Единицы. Сундучок. С расходничками. Теперь магазин. А что у нас в магазине? В магазине мы видим вот такой вот. Такой набор ветра. Песочные часы. Карты вечности. От лучного до легендарного. Кристаллы души очень улучшены. Легендарные. Очень вкусненько. Сундук вечности. Сундук способия высшего качества. Дают вот такие вот серьги. Которые при плюс 3 и выше дают урон умениями. Очень прикольно. Для донатеров я не буду брать. Хоть и там я понимаю где-то плюс 5 урон умениями. Это очень жирно. И я не могу себе позволить. Зелье пробуждения среднего качества. 200 кубков религии. Также вот еще такой бонусик. Можно купить с этими серьгами. 40 штук. 2000 алмазов. Но если покупать, то именно вот такой вот сундучок. Чилорец. Чешу. Это такой набор. Серьевой дракона. Ветра. Очень круто. Такие обычные паки. Песочные часы. Карта класса вечности высшего качества. 11 раз от улучшенного до легендарного. Дальше карта улучшенного класса. От улучшенного до героического. Дальше у нас ордена славы. Знаки поручения. Ну стандартные наборы. Ну тут пособия высшего качества. Реликвия энергии. Зелье пробуждения. 300 штучек. И также знак создания ветра. За который мы можем, к примеру, создать там. Если у вас будет 8 таких знаков создания. Вы можете создать 8 карт по 11 раз. Я так понимаю. Так. И что мы дальше видим. Ну это та же самая ситуация с агатионами. Как картами классами. Только тут меняются карты агатионов. Знак создания западного ветра. Ну и тут же знак создания западного ветра. Также вы можете за 120 алмазов купить сельву. Или купить 11. Купить сельву дракона. В количестве 11 штук. За 1200 алмазов. Попробовать поточить. Я бы купил. Но я жду бонус. Бонус жду. Который будет. Ну этот бонус. Который бонус за алмаз. Он раз в месяц. Я его покупаю. Как-то ну. Вот я на него немножко накопил. Алмазиков жду его. Это и все. Вот такие вот обновления и ивенты. На данный момент. На 22.03. Давайте с вами Розе. И всегда до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова